привет всем дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и сегодня мы точнее я хочу сделать мнение по поводу фильма миг миг монстр глубины для тех кто еще не смотрел этот фильм да не успел его оценить я не советую как бы смотреть на видео потому что я буду кучу вообще спойлеров вообще ну обсуждать сцены конкретно сцены фильме поэтому если вы не не успели там сходить на фильм или еще не посмотрели мое видео лучше не смотреть только если захотите вернуть вернетесь после просмотра фильма и мы с вами тут уже все обсудим так но для начала этот фильм написан по книге стива альтона у него имеется целая серия книг по миг ладону это не та книга которую возможно видели в книжном магазине там где статкан нарисован это по моему книга по фильму сейчас есть такая тема выпускает фильмы пишут точно точно сюжет в книге то есть для тех кто если ты прям настолько любишь читать и не хочет идти на фильм мы короче выпустили книгу по фильму ну бред конечно но это не мое дело тут я не хочешь не покупай когда вот у этого чувака прям серия романов посвящена тому что вы видели фильме что там мегалодоны где-то сохранились у этой картины долгая история его права теперь их права на фильм переходили из рук в руки и вообще мы этот фильм ожидали 2006 или 36 съемки начались на общем долго ждали этот фильм его наконец закончили мы его увидели я считаю что лучше бы он конечно хорошо что он сейчас таком виде вышел чем тогда бы возможно хуже бы получилось так но я сюжет вообще рассказывать не буду перейдем сразу плюсом минусом фильма значит плюс фильм очень красочный динамичный тут не приходится ждать какого-то нападение акулы как даже она соберется нападать на людей или вот она напала и ты там какой-то промежуток времени и не болтает что-то делать перед тем как второе нападение нет тут все динамично все чет происходит минус акула очень крупная ну по современным данным естественно это фильм это все понятно что это блокбастер но я думаю шестерна нот акула которая должна быть но реально вымершая была бы ничуть не хуже мы смотрели глубокое синее море там акула модифицирована была 13 метров в длину блин она здорово и как-то увязалась фильма тут мегалодону на метр четыре длиннее по современным данным я думаю фильма не получилось хуже но они решили сделать гигантскую значит по современным данным мегалодон не больше 16 метров в длину я вам говорю общие данные то есть не говорю прям супер точные то есть прямо точно так было во первых это никто не знает палеонтология такая наука в котором нет точных цифр если где-то на сайте прочитали что там мегалодон по 17 метров но это не значит что он был 18 метров никто не знает мегалодон вообще хрящевая рыба то есть скелета нет только зубы сохраняются и типа только по ним как-то сопоставляют подпечатком по находке челюстей сопоставляет примерно размер акулы но никто точно не знает кого она была размера поэтому возможно больше возможно меньше поэтому я вам говорю просто общие данные то есть который наиболее часто где-то встречается ну знаешь длина 16 метров в длину и считается вообще что он был падальщиком но я с этой теории не согласен потому что не считая что в миоцене палеоцене когда жил мегалодон было столько трупов что он смог питаться бы этим и вырастать вот до таких размеров и весить там тонн 3550 супер падальщик какой-то я считаю что этого быть не может он все-таки даже если был падальщиком но и активным хищником он тоже оставался совмещал одно с другим почему бы и нет современная акула также делать значит плюс фильма еще один это акула внешним видом напоминает больше тигровую чем большую белые считаю что это правильно ну по современным реконструкциям она так и должна типа получиться то есть она бела большой белок у ли вообще не родственник то есть не является там сестрой братом то есть она должна выглядеть идентична она как-то по-своему выглядит больше похоже на тигровую и здесь вот это показали как лично мне показалось возможно тут я увидел просто большую белок у большую большую белоку да и мне показалось что он не похоже но я считаю что все таки больше не специально где-то там сделали так чтобы она походила больше на тигрова до в минус фильма в том что акула там самая крупная 2 которая да она 23 метра длину 23 это на том 80 весит короче как кит горбатый но чуть поменьше весом это блин на фига вот 18 метров там у первого акула была примерно 18 метров который поменьше блин с ней все нормально было ну пускай и огромная чуть больше чем эквивалент до исторический но как-то дерьмо как-то смотрит что ну да реальными голодом же такое было мог так сделать так сделать эту появляется эта гигантская хрень и не очень получается а стоит он значит минус фильма в том что он должен был короче играть алкаша типа пьет каждый день нам так сказали а он короче там вообще такой супер секрет выглядит как супер секретный агент под прикрытием вообще не похож на человек на алкаша то есть если вы сказали что он алкаш блин тогда сделать из него алкаша хотя бы на пару моментов чтобы к нему пришли там типа давайте нам поможем такого пацаны не могу башка боли там капец вообще и пишут спустя два месяца он там собрался приехал и спасать готов все протрезвел нет нам тут сказали что он типа алкаш и показали просто что пиво в руках держит все типа если чувак пиво держит что на алкаш 5 лет пил сразу по нему видно да в общем лишняя то деталь могли бы сказать просто он ну твоего уволили он не нашел работы и повод бомжует это было бы логично но вы сказали что он алкаш акцентировали это внимание и показали очень хреново ну сами виноваты идти пока к нему за помощью приходят опять же минус фильма только на пафосе отвечая такой не за какие гроши ты мне скажешь что я тебе скажу нет и скажешь еще я скажу нет такой типа ни за что никогда да и тут ему включать запись подлодки и он такой ладно все я согласен на вертолете летит уже блин если чувак если ты допустим никогда не думал о том что твоя жена которая работает бывшая жена которая работает на глубоководной станции вдруг потерпит крушение на субмарине тебе придется и спасать если ты об этом не думал тогда и не говори что ты ни за что и никогда не пойдешь никого спасать глупо потом еще короче играет своим перекачанным телом я понимаю я понимаю для чего это сделано то есть все как бы нормально ну типа вы говорили что он пятилетний мать его алкаш алкаш с пятилетним стажем чтобы все алкаши так выглядели вы видели его это чё за капец тогда не говорили бы что он алкаш или чё он себе протеина в пиво добавлял или чё и странно в общем не понравилось если уж вы акцентируете на этом деталь фильма то есть фильм про акула вы хотите про стэдхэма немножко сделать тогда делать это нормально вот и иначе когда они узнали что акула покинул термоклин они короче на лодочке ну хорошо катер но он по размерам был как это мать его акула они решили ее прикончить что не справится да она пояси захотела разнесла там просто не сделали этого что ну разнесла блотку просто не сделали это но думаю оба справилась потом короче помимо прочего опускают что-бы она убить и это у кого-то там какой-то яд на дротики а подводном ружье короче в пластиковой клетке в пластиковой клетке да ну там конечно объяснishi что она супер прочная аку лария реалия не смогла я разгрызть айту сделали кстати прикольный ход она типа не смогла разгрызть и начала глотать, ну там такая маленькая клетка, ну один чувак, грубо говоря влезает, такая цилиндрическая ну логичная деталь вот это плюс фильма, додумали все-таки, а то я думал типа нам скажут, супер прочная клетка, а потом акулы ломаются, такие, ай, как так, мы не знали, мы не знали, что он сможет разгрызть, да, но тут они прикольно поступили минус фильма фильмы, ой, фильм говорю, смерти в фильме вообще тупые, ну не все но большинство, то есть там, короче, они первую акулу убили, да, вот труп ее подняли, на лодке держат на катере, и толстяк случайно в воду упал, короче, и такой ну мы же акулу поймали, плескается такое, а ничего что там другие акулы есть, да, и прочее, пофиг и тут, короче, вторая акула еще больше размером решила сожрать ту первую которая на катере, непонятно зачем и как и она, короче этот толстяк тупо между ними оказался, и она его целиком заглотила, и акулу вторую тоже ну, сожрала, типа очень тупо, вообще тупая смерть, почему нельзя было сделать, что она допустим, только ноги ему откусила напополам разрубила, вообще там вот этой расчлененки только с кальмаром и китом, все то есть больше никого в фильме не расчленяли, она только глотала целиком это тупо, ну понятно, что акула огромная, буду пытаться проглотить сразу но в фильме глубокое синее море, там была 13-метровая акула, да, понятно, что она меньше, чем вот этот мегалодон но она там бабу, допустим, не смогла целиком проглотить, она и не пыталась она, типа, ее просто на куски разорвала, чтобы легче было и проглотила почему этот не мог так сделать, разорвать на куски и проглотить нет, ну, тупо побольше бы его, жести надо бы также минус фильма в том, что непонятно, как акула приспособилась к условиям поверхности воды да, то есть меньше давления более высокая температура она привыкла жить миллионы лет ну, вот этот вид миллионы лет приспосабилась к жизни вот этой глубоководной среде с термоклином определенная глубина, определенная температура определенное давление и тут он резко ну, покинул пускай термоклин и резко, вообще, так спокойно приспособился к условиям нашего океана более-меньшей глубины как он это сделал? я думаю, если это и произошло бы, то постепенно а точно не за пару часов тупо всплыть и все я тут себя кайфово чувствую по-моему, не круто вот почему нет у нее никаких фосфолюминесцентных органов ну, типа, светящихся удочек как у удильщика или просто каких-нибудь светящихся точек на теле это логично там все животные они, типа ну, живут за счет света приманивают добычу светом или что-то такое то есть свет играет важную роль у них там и, типа, вот она миллионы лет там эволюционировала, да, этот вид и никаких органов не приобрела понятно, что вот на свет она, типа, бросалась да, ну, это понятно типа, не видела свет на глубине и он ее привлек это логично ну, типа, почему у нее своих органов нет? так же было бы ну, нет, непонятно так же было бы прикольно если бы мегалодон стал слепым и только бы на нюх полагался то есть, ну, там ему глаза на глубине не нужны света же все равно нет и, типа, он бы только на нюх полагался и такой потом всплыл допустим, как-то приспособился но, короче, на нюх бы и на колебания там всплески нападал бы там этот момент в фильме тоже был типа, ой, издает много колебаний типа, намекнули на то, что акула живет на глубине и в основном на звук ориентируется намек-то был, но, блин по-моему, лучше бы его вообще было слепым сделать глаза ему реально там незачем не нужны и за миллионы лет они могли редуцироваться плюс в фильме, что он такой красочный красочный то есть, там показали вот вот этих всех глубоководных тварей я там заметил мишкоротов, удильщиков ну, глубоководных тварей там вот эти курильщики были ну, прикольнее потом куча каких-то рыб, которые ну, мы их тупо не знаем потому что их, возможно, для фильма нарисовали ну, было прикольно то есть, фильм так красиво глубоководное дно нарисовали ну, акулы стилизованы хорошо но непонятно, что они понятно, что типа на всех нападали типа суперголодные типа тут супервкусное мясо на глубине они ели только кальмаров а тут и киты, и люди и все, что подряд все, что хочешь вообще все, что есть ну, тупо я считаю, что миллионы лет опять вот про эволюцию поговорим чисто вот с логичной точки зрения что вот за миллионы лет эта акула, возможно, приспособилась к питанию только кальмарами и резко всплыв ну, допустим это понятно, что она там, возможно в результате голода напала бы на кита или на человека но не думаю, что она бы сделала это прям сразу я думаю, она постепенно изучала бы этих китов там людей там и потом бы уже на них нападала а не так сразу, что поднялась и стала суперубийцей суперхищником ну, непонятно так, прикольный момент был в конце фильма там, когда мегалодона крупным планом показали видите, нос чашется когда крупным планом его показали там к нему уже рыба прилипала типа прицепились то есть они нашли себе нового новый транспорт это был прикольный момент деталь такая неплохая их сделали суперагрессивными понятно, что люди на пляже они типа плескались ну, ненароком акулу спровоцировали ну, типа она вот только всплыла вообще не знает этого нового мира но уже считает человека деликатесом и прям прям целенаправленно на него нападает это тупо, по-моему а сила укуса в фильме явно преувеличена но понятно, что у мегалодона она должна быть большой сопоставима с размером тела но вот у большой белой акулы примерно в 3 раза меньше сила укуса чем у нильского крокодила опять же общие данные не суперточные а общие то есть примерно в 3 раза меньше то есть грубо говоря у мегалодона ну, даже судя вот по современному фильму было бы ну, в 3-4 раза возможно больше сила укуса чем у большой белой акулы то есть грубо говоря чуть больше чем у нильского крокодила А здесь она супер какая-то, мощная, разрывает китов на куски, просто вообще капец Я считаю, что они на глубине питались же одними кальмарами У них мягкие тела, там огромная сила укуса не нужна Острые зубы, небольшое надавливание и кальмар разошелся на куски Так что зачем вам такая сила укуса, я думаю, они редуцировались бы Вообще было бы прикольно, он бы был чуть меньше размером, с более плотной кожей Слепой, возможно, с какими-то светящимися органами, на колебания ориентируется И у него челюсти чуть меньше и, допустим, чуть больше зубов Вот это был бы реально такой вот проживший миллионы лет на глубине мегалатон Который потом всплыл к поверхности Типа как болотная акула, если кто фильм смотрел Не один в один, но что-то примерно похожее можно было бы сделать Там объясняли логично, типа, жила на глубине, поэтому такая твердая кожа, которая защищает от давления Ну логичная же была, пускай дешевый фильм Так, ну если брать все фильмы с мегалатоном, то они либо дешевые, либо старые Поэтому этот новый фильм я вам советую смотреть, даже учитывая все его минусы и плюсы Даже если вы с моими минусами фильма не согласны, считаете, что фильм все равно классный Ну, он реально классный, особенно если сравнить с другими Мне он как бы все равно понравился, я ему все равно ставлю положительную оценку Но, типа, минусы на лицо есть Ну, их видно сразу То есть, возможно, в какой-то мере фильм предсказуем То есть, можно предсказать, что, ну, наверное, сейчас вторая акула появляется Ну, класс Вот, но был неплохой фильм, кстати, про мегалодон еще в 2002 году Он так и назывался вроде, мегалодон Там, типа, нефтяная вышка бурила скважину на глубине Не в Марианской, впрочем, там меньше глубина Типа, пробурила какую-то пещеру, в которой, типа, свой биом, изолированный мир В котором свои рыбы и даже дым клеистей сохранился И, типа, там вот жил один-единственный мегалодон Ну, это тупо, как один-единственный, как он там вообще выжил Ну, как вот, что ему, миллион лет? Он бессмертный какой-то мегалодон, там, какую-то рыбу ест и не умирает Тупо Здесь показали, что их несколько, что они могут размножаться, продолжать вид Что, возможно, в каждой Марианской впадине есть такие вот мегалодоны Которые там свой мир и размножаются, живут А тут он тупо один был Также похожая сцена была в этих фильмах в конце В первом фильме он на мини-субмарине боролся с мегалодоном А во втором они на суперсовременных глайдерах, там, даже ракеты какие-то прицепили торпеды И с ним, типа, боролись Ну, это похоже, я считаю, что Может, слезали этот момент в фильм А может, просто похоже получилось Типа, ну да, действительно, как еще больше убить акулу, кроме как дротиком с ядом Ну, давайте на глайдеры нацепим торпеды В фильме также была крутая презентация про мегалодона Пускай там инфа была не совсем верная А чистая инфа по фильму, что мегалодон там такой огромный Супер страшный, живет на глубине Вот его внешний вид Но все равно она была очень круто сделана Мне прям вообще понравилась Если бы я еще научился такие презентации делать, было бы еще клево Вот В фильме была сцена, где вот богач решил, короче, устранить акулу сам Вторую уже Чтобы, типа, всех, кого она покалечит Не пришлось бы им выплачивать деньги Семьям там Или вот выжившим И он решил ее сам прикончить Там маячок установили Там еще прикольно, когда маячок устанавливали И, в общем, акул В общем, был момент, похожий на фильме Как в фильме «Мир юрского периода» Первый, где на Индоминуса Там с вертолета гасили с пулемета А тут, короче, с винтовок по акуле этой стреляли Прикольный момент был Вот, возможно, тоже отсылка Вот, и, типа, они пытались найти акулу Увидели силуэт, скинули бомбу Оказался кит А, типа, акула, возможно, охотилась на него Под ним там была Ну, акулы, в основном, вроде как, снизу нападают И, типа, мегалодон стал трапезничать туши Которые там, ну, мертвого кита Из-за одного этого чувака-богача сожрало Да, я считаю, что это, возможно Отсылка к фильму «Отмель» Там тоже большая белая акула Типа, защищала тушу кита Ну, типа, это как ее добыча И все, кто к ней подходил, к этой туши Она всех, типа, убивала Ну, тут смысл фильма другой в мегалодоне Да, но сцена похожа И я думаю, что нам покажут вот это Как мегалодон поднялся Допустим, приспособился к нашим условиям Да, и, типа, я думаю, он начнет там Покажет, что там кучу китов порешил Там вообще А он только одного детеныша Горбатого кита разорвал и все Ну, блин И этих людей он глотал целиком Почему нельзя было их разрывать на куски И просто хам-хам Как налим какой-то Глотал их целиком Ну, мало жести было Вы только говорите, что он огромный и страшный А на деле это просто огромный Но он страшный для тех, кто боится акул То есть, я вот смотрю фильм Я акул как бы боюсь Ну, естественно, если бы в реальной жизни с ней бы оказался Было бы ссыкотно Ну, типа, вот в фильме я смотрю Я нету панической боязни акул И, типа, ну, она даже забавно выглядит Ну, круто, класс, мегалодон Я так смотрел А люди, которые боятся акул Я думаю, вряд ли они бы их испугались больше Чем в каком-нибудь фильме «Челюсти» Там акула более жестокая была В фильме также очень много пафосных речей и действий В основном, конечно, со стороны Стетхэма То есть, его крутым, опять же, как во всех фильмах сделали Но я считаю, что для этого фильма это было лишним То есть, фильм должен быть про акулу Про то, как она убивает людей Что человек там почти ничего не может противопоставить этому монстру И потом они догадываются, что можно ядом или еще как-то его убить Примерно так вот этот фильм я себе представлял Тут суперкрутой Стетхэм Нужен маячок поставить на акулу Я плыву к ней Дайте мне ружье А потом он такой Мне страшно, заберите меня назад Ну, он просто говорит, что ему страшно Я по нему не вижу, что ему страшно Ну, я вижу, что он такой Да я тебя пойми, акула Примерно так он выглядит Ну, не круто Вот Допустим, там был Азиат Тоши Спас людей, допустим Да, типа, две лодки подсоединились Если бы он, короче А он не успевал вылезти А акулы уже на него нападают И типа, если бы он Не отсоединил эти люки То они бы все погибли Этот чувак там уже на глубине Пару часов находился Он уже написал письмо Жене о прощении О том, что Ну, он вообще смирился Не думал, что его спасут И тут решил спасти друзей Я не считаю, что любой бы человек так сделал Но вот этот чувак, я мог поверить в то, что у него хватило сил Такое вот благородство проявить Также врач Они там с девчонкой в воде оказались И он типа Ну, это врач Он все время отдает себя пациентам Но этот чувак вроде как Так выглядит, что он такой на пациентов Все там Все заботился о людях Даже когда Стетхам, типа, спас его и солдат Вместо своих друзей Он, типа, обвинял его Типа, ты должен был попробовать их спасти То есть этот чувак заботился О других людях И тут, типа, ну Отдал себя в жертву Вместо того, чтобы молодую девчонку сожрали Тоже логично А Стетхам немного нелогично действовать Ну, в принципе Наверное, это все, что я могу сказать по фильму Если я что-то забыл Какие-то сцены Напишите мне в комментариях Пишите вообще комментарии По поводу моего видео По поводу фильма О том, что я сказал О том, что я не сказал По поводу размеров мегалодона и прочее Не нужно спорить в комментариях Как бы Вы все равно излагаете не свое мнение Вы излагаете мнение Прочитанное на каком-то сайте Вот если бы вы лично копались В окаменелостях Лично находили зубы мегалодона Челюсти мегалодона Как-то сами участвовали В реконструкции размеров этой акулы Тогда я с вашим мнением буду считаться Что мегалодон был не такого размера А когда вы просто Как и я Где-то нашли информацию на сайте И пытаетесь мне доказать Что моя информация не верна А с чего вы взяли Что ваша верна В общем Не нужно вот этого Флуда вот этого В комментариях По поводу именно данной темы Все остальное пожалуйста Обсуждайте Я сразу все прочитаю Отвечу и прочее Этому фильму я ставлю Где-то 7 из 10 Только из-за того Что давно не было Фильмов про мегалодона И в принципе Фильм динамичный Ну и красочный А так бы я наверное 5 из 10 ему поставил Ну что ж Всем спасибо Подписывайтесь на канал Вступайте в группу канал Это было мое мнение По фильму мегалодон Монстр с кубины Живите процветайте Всем до скорых встреч И